Торжественная линейка в черно-белом цвете, пушистые белые банты, букеты размером с первоклашек и незнакомое чувство. Радоваться или бояться первоклассники еще не определились. Кто-то сомневается, кто-то грустит. Шестилетний молодой человек на линейке осознал – впереди 11 лет школьной жизни. Давайте поздравим с праздником наших первоклассников. Поприветствуем их еще раз. Их так никогда у нас много. Семь первых классов, 252 ученика. Им предстоит долгий и трудный путь получения глубоких и прочных знаний. Смотрите, ребята, какие вы будете через 10 лет. По традиции, с Днем Знаний учащихся поздравили высокие гости. На праздник в школу номер 4 пришел маронапы Сергей Сергеев. Год этот, он будет непростой. Он будет, на мой взгляд, переломный в общем нашей истории. Потому что с сегодняшнего дня вступил в силу новый закон об образовании. Все новое воспринимается сложно. Но я хочу пожелать учащимся терпения и усидчивости для того, чтобы овладеть всем тем, что дадут вам в стенах этой школы и в последующем других учебных заведениях. Учителям, благодарных и талантливых учеников, родителям, бабушкам и дедушкам терпение и возможности гордиться детьми. Семь первых классов выстроились на первой школьной линейке и в первый раз серьезно и осознанно услышали текст гимна России. Школьники постарше подпевали. Гимн, государственный флаг и герб через несколько минут на первом уроке в новом учебном году 11-классники вспомнили государственные символы России. Повторили содержание Конституции, разобрали основные положения, права и обязанности граждан. За последней партой, как оказалось, по традиции, словам учителя внимали почетные гости. Чтобы быть свободно, нужно подчиняться законам. Если мы будем соблюдать и подчиняться законам, мы будем с вами свободными людьми во всех отношениях. От теории к практике. Хотя сначала было наоборот. Историю России в 1993 году складывали в закон, опираясь на опыт и мудрость народа. Основной принцип принятия Конституции, отправная точка, это чтобы «за» проголосовало более половины жителей Российской Федерации. На Кубани за принятие данной Конституции проголосовало около 60% жителей Кубани. Поэтому это наша Конституция. Не верьте никому и никогда, кто скажет вам, что мы живем по каким-то непонятным законам. Светлана Шила уже задумалась и сама для себя решила, каким будет ее будущее. 11 класс, мы все-таки выпускной класс. И то, что пришел мэр, то, что такие гости пришли, знаете, очень впечатления, очень замечательные. То, что они такие слова нам сказали хорошие. Я, наверное, в будущем буду именно так всегда делать, то, что всегда добиваться того, чего я хочу, и идти всегда именно к своей цели. Цену силы воли и характера в достижении цели знает одноклассник Светланы Иван Полищук. В будущем гордость школы, города и страны. После того, как выиграл Олимпиаду, я планирую стать тренером. И буду обучать молодых людей, детей. И приношу, получается, свой вклад в развитие спорта и государства в целом, получается. А пока у молодых людей впереди еще один учебный год в школе. Самый важный и решающий. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.